Всем привет! С вами Юля. И сейчас я хотела бы поговорить о фаворитах 2013 года. О том, к чему действительно тянулась рука, чем действительно хотела использоваться. И начну я, наверное, с продуктов для глаз, потому что здесь у меня больше всего было каких-то открытий. Это две палетки, две растяжки от Makeup Atelier. Первая T09, на которой у меня есть подробнейший обзор, где я ее сравниваю с палеткой Floor Mar. И вторая палетка, это T03S. Это такая растяжка коричневых цветов, тонув. Makeup Atelier называют ее натуральные коричневые цвета. Но я бы сказала, что это скорее теплые, теплые цвета. На нее я планирую сделать какой-то подробный обзор. Вкратце могу сказать, что качество и пигментация просто прекрасные. Покажу вам вот такую палетку, двушку от Isadora. Я ее показывала в видео про коричневые тени. И хочу вам сказать, что это просто отличная, отличная вещь на каждый день. Дело, конечно же, вот в этом цвете, который абсолютно универсальный, нейтральный, приглушенно-коричневый. Номер у нее 85-й, фреска безжимат называется. Постоянно у меня к ней тянулась рука, не такие пигментированные, как Makeup Atelier. Но для ежедневных макияжей такая экстремальная пигментация не всегда нужна. Поэтому я смело могу рекомендовать Isadora. 85-й номер. Дальше покажу вам такую однушку от Купа. Атласные тени, не прессованные, в которых много крупных блесток, а именно атласные тени. Это номер 500. Прекрасный, прекрасный вариант. И как тени, и как хайлайтер, в особенности летом. Продукт многофункциональный, но и прекрасные тени мелкого помола без крупных блесток. Дальше покажу вам вот эти вот знаменитые прессованные однушки от L'Oreal. Да, наверное, их уже все видели. Но все в основном говорят о цвете Бежевая комета. По моему мнению, большего внимания заслуживает цвет Сахара. Потому что, посмотрите, какой он. Никаких крупных блесток, только такой дорогой перелив. Покажу вам вот такие карандаши. Вообще-то, это тени карандаши, но я не использую их на все веку, потому что я, в принципе, больше люблю сухие тени. Но карандаши, они просто замечательные. Я не знаю, что это за фирма. Наткнулась я на них в магазине белорусской косметики какая-то фирма Виктория. Номер 27 и особенно номер 33. Что здесь? Здесь прекрасный-прекрасный цвет шампанского, который идеально подходит для уголка глаза, под бровь. И это будет держаться. Но на мне, во всяком случае, держится. Вот это для каких-то ярких макияжей сложный цвет. Не знаю, как будет передавать камера. Он не синий, он не голубой. Он какой-то цвет морской волны. Они прекрасно рисуют по теням, сверху теней. То есть они такие достаточно жирненькие. Как я уже сказала, хорошо держатся. И стоят они копейки. По-моему, они стоили по 100 рублей. Кстати, на них написано, что произведено в Германии. Не знаю, правда это или нет. Еще такой карандаш от Bourjois. Это серия Smoky Effect Smoky Eyes. С такой кисточкой, которой я мало, практически не пользовалась. Номер это 71 Smoky Brown. В общем, чем мне нравится этот карандаш. И вообще карандаши этой серии. Но эти мне пользовались чаще всего. Они не жирные. Они такие, я бы сказала, сухие. И при этом они очень легко рисуют такую пигментированную, насыщенную линию. Эти карандаши не текут в жару. Они прекрасно держатся. Я довольна. Часто использовала для растушевки. Дальше покажу вам румяна, которые уже, конечно же, мелькали. Даже не то, что мелькали. Я про них уже рассказывала. Это румяна от Bourjois. И для меня загадка, почему они до сих пор не хиты YouTube. Я не знаю. Может быть, я мало смотрю YouTube. Я говорила уже о том, что я в восторге от их качества. Долго, хорошо держатся. Так, ну что про них еще рассказать. Говорила, что у них маленький объем. Но это совершенно не проблема, потому что они пигментированные. И их нужно совсем чуть-чуть. Вот. У меня номер 04 и 02. Перейдем к продуктам для губ. Но таких прям супер открытий каких-то у меня, наверное, не было. Вот. Покажу вам такую помаду. Fios Rouge номер 15. Я бы ее назвала классическая кремовая помада. Мне нравится она по качеству. И мне нравится этот цвет. Это яркий такой вариант помады. В то же время не слишком яркий. Знаете, из серии «Хочу яркую помаду, но боюсь красных цветов на своих губах». Что-то такое. Она такая красноватая, рыжеватая. Ну и качество, как я уже сказала, меня вполне устраивает. Плюс посмотрите на упаковку. Достаточно такая неплохая упаковка, на мой взгляд. И из нюдовых помад как-то чаще всего у меня тянулась рука вот к этой парочке. Вот это уже всем известная, наверное, помада номер 52 от Essence. In the nude у нее цвет. Она дает такой... Тоже она очень кремовая. Дает такой нежный бежевый персиковый цвет. Здоровый персиковый. Не выбеливает она губы. И карандаш под номером 11, который также называется... Я все-таки рекомендую носить эту помаду с карандашом, потому что без него она может и подтекать. И карандаш, он все-таки вытягивает такой более персиковый, более такой живой цвет. Из туши у меня была таким фаворитом тушь от Chanel. Несмотря на то, что я не люблю силиконовые кисточки, но вот она действительно открытие. И, наверное, она станет одной из моих самых любимых тушей. Потому что, я уже говорила, с ней не надо возиться. Она делает все и быстро. И этим она мне, конечно же, нравится. У меня несколько миниатюрок. Я жду не дождусь, когда они закончатся. И, наверное, куплю полноразмерную тогда. И, как вы, наверное, уже заметили, я ничего не сказала про тональные крема. Потому что, как-то вот, я все еще в поиске своего идеального тонального крема и пудры. Тем, что я пользовалась, ну, не была я вполне довольна. Как-то, ну, вот, стоит у меня тут Bourjois Healthy Mix. Кстати, видите, они обновили. Сейчас у них красная вот эта помпочка. Раньше была черная крышка. Типа, сюда добавили больше экстрактов. Ну, так, неплохая тональная основа. Но я все равно буду искать что-то еще, что мне больше подходит. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. С вами была Юля. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok